Здравствуйте, друзья, дорогие. Здравствуйте. Сейчас мы запечем шейку, короче, по-быстрому. Нашпигуем ее чесноком. Ну, так я делал всегда в Болгарии, когда было кафе, было очень популярно. Запеченная шейка, она когда оставала, превращалась в буженину. А пока горячая, ее тоже могли заказать и есть горячая. С гарниром или без. Сейчас мы ее нашпигуем чесноком. Вот так прямо, когда будем брать. И вот так, раз, и втыкать туда чеснок. Это все знают, тут секретов нет. Вот так. Вот так, только ты не успел. Если тебя наспигуем чесноком, не стыдно. Это побольше. Вообще, задача всего-то шпигования чеснока и специи, чтобы брать запах. Вот этот сладковатый из лапок мяса, свинины. Получится. Вот так кусочек нужно затолкать. Он тоже хочет. Посмотри, как он светится. Хочет свинину. Это ел говядину. Очень важно, друзья, если вы хотите запечь мясо, старайтесь не брать замороженное. Брать свежее. И даже при правильной разморозке, оно все равно при запекании вытерет очень много сок. Лучше свежее. Его разморозили один раз или два. Это уже все. Два раза уже можно выбрасывать. Ну, такое будет не мясо, а вата какая-то. А этим очень грешат наши продавцы, производители. Заморозят, раз привезут, пока довезли, машина сломалась. Оно оттаяло. Ужасно, короче. Хочу брать на рынке. Ну вот, друзья, мы его нашпиговали чесноком. Теперь... Видим и специи. Теперь специями. Всяческими, какие вам нравятся. Немножко оливкового масла и специи. Паприка у меня копченая. Черный перец толченый. Соль. Перец чили. Чабрец. Кавказские травы. Итальянские травы. В общем, все, что вам нравится. Главное, перебить этот запах, чтобы было все такое вот домашнее, кухонное. Очень шикарно. Щедро прямо оботрем все наши ароматы туда. И потом еще обмажем маслом оливковым. Вот этот торец особенный мне хочется. Не дадимся, не стесняемся. Можно его, конечно, мариновать, оставлять на несколько часов. Но, когда я в кафе работал, мариновать было некогда. Можно было в утро его купить и запеть, потому что придут люди в обед и съедят все. И поэтому побольше специй. Очень отзывчивое оно на специи это мясо. Очень вкусно получается. Вот так, где у меня еще нету. Вот здесь. И специи. Вот, немного масла оливкового. Вот этим маслом обмажем. Еще жирок у нас есть. Отлично, этого достаточно. Вот так. У нас почти ничего не осталось. Мы все собрали. И теперь мы уложим это. Уже как для запекания. Так, плотненько. А ты кто такой? Он все равно ловлю, торбился и вылежал. Так я это еще и фольгу замотаю. Чтобы она стояла долго и томилась внутри в себе. Вот. Так. К сожалению, фольга никакой ширины, как я. Хотя не та. Она должна была быть широкой. Вот тут вот я пробью один. Сами-то рыбку. Ну вот, друзья, нашу шейку свину. Я верю, что это свиная шейка? Шейка свиная. Всего 2 килограмма, 200 грамм. Мне продали на рынке. Укладываем формочку. В любую. И в духовку при 190 градусах часа на 2,5-3. Будет просто роскошная буженина у нас получится. Не забываем о ней. Гуляем, занимаемся своими делами. Вот. Ага. Так, друзья мои. Прошло... Сколько времени-то прошло? 3 часа прошло. И вот наша... Сока немножко выделилась. Ну вот наша шея. Немножко она остыла. И далее остыть. Так, я вот сюда ее положу, чтобы отрезать. А, горячая. Мне надо что-то... Ой, какая вкусная! Какой вкус вкусный! Роскошь! Она должна, конечно же, еще остыть. Причем ее отрезать. Можно подавать горячей. Уже. Ну, как, собственно, мы и делали. А можно... А когда она остывает, мы ее на сковородке гриль подогреваем. Вот как буженину. Отрезаем. И делаем такие полосочки, изображаем. Ммм... Ну, не знаю, стоит ли мне сейчас это делать? Она просто должна остыть, иначе она будет разваливаться, понимаешь? А-а-а! Вот так вот. Изобразим полосочки. Ну, на горячее лучше так есть. Ну вот, друзья, посмотрите, какая буженинка у нас получилась из шейки. Нежнейшая, очень нежная. Очень сочная. И не нужно ее мариновать за сутки там. Или сразу вот обмазали мы ее специями. И в рукав засунули, и плотненько завернули фольгу. Запеклась за 2,5-3 часа. Получился шикарный кусочек. Остынет, будет очень легко тонко нарезаться. Пока горячее рассыпается. И когда она остывшая, ее можно вот так вот разогреть. Очень красиво подать на сковородке гриль. Посмотрите, какими полосочками. Это, в принципе, только... Всего лишь декор. Только для красоты. Также к этому мясу мы подали вот такие вот сливы наши. Пикантные. Очень. У меня полные родственные. Очень удачная находка этого лета. Нет слов. И соус мы сделали, да. Вот этот соус по рецепту Натальи Тимчинской. Спасибо большое. А тут уже мне, собственно, рассказывать вам нечего, друзья. Это мясо, которое, посмотрите, мягкое, без ножа. Сочно. Вилкой. Фантастика, а не мясо. Очень нежные кусочки. Очень нежные, очень сочные. Праздник, посмотрите. Ковырял нарочно. И с этим соусом. Кстати, вы знаете, я для этого соуса, чтобы не пропадал, сначала я выделил сироп, чтобы сделать сливы. А потом с мятыми сливами и с сиропом, соком оставшимся, сделал вот этот вот соус. Ну вот, друзья, без каких-либо напрягов, элементарно, легко и просто, мы запекли свиную шейку и угостились своими собственными сливами. Соусом от Натальи Тимчинской. Пожалуйста, готовьте. Большое вам спасибо за внимание. За то, что смотрите, подписывайтесь. Будьте здоровы. Счастья вашему дому. До свидания. Субтитры сделал DimaTorzok